Кристин, вот тут есть крутилка, вот. Пока играет музыка, подпишись на канал. Не пропусти 5 новых рецептов. Утро, день 14. Список продуктов на наш 14-й день. Сегодня будем готовить бисквит с малиной. Ну или такие маффинки с малиной. Салат с креветками, манго и авокадо. Далее курица в кисло-сладком соусе с рисом и огурцом. Суп-крем с тыквы. И салат с сливками, моцареллой и разными-разными вкусностями. Всем привет! Сегодня у нас 14-й день. Нашего питания по калориям. Возможно, это последний день из именно вот этой серии, что я буду что-то готовить и потом это есть. Посмотрим. Скорее всего, просто будет перерыв. Либо будет... Либо буду брать какую-то еду там из супермаркета. Вот. И прям вот такими, чтобы ничего не готовить. Либо готовить какой-то там салатик или что-то такое. Вот. Будет видно. Окей. Итак, первым делом. Включаем духовку на 180 градусов. Пусть она нагревается. Второе. Ставим воду, чтобы сварить рис. Рис у нас отмерен. Воды дали сколько захотели. Сварили рис, промыли, отставили. Все. О нем забыли. И третье. Это мы подготовим курицу. Точнее, мы просто ее филе порежем на нужные нам кусочки. И бросим в соевый соус. Чтобы оно там мариновалось 15-20 минут. Либо полчаса там. Как получится по ходу готовки. Вот. И приступим потом с нашего первого блюда. Что-то там бисквитные какие-то кексики. Будет что-то такое. Вот. Погнали. Духовку включили. Воду на рис поставили. Занимаемся курицей. Курица. Пележки. Это нафиг. Делаем такие кубики, квадратики. Два на два. Вот так вот. Раз. Эти вот чуть больше. Примерно полтора на полтора. Либо два на два сантиметра. Все. Это мы бросаем в миску. Сюда даем просто соевый соус. И вот так под углом где-то миску это поставить. Чтобы она вот так и стояла. Не так, что она сейчас соевый соус растечется. А так, чтобы она была под наклоном вся в соусе. Вот. И все. И пусть она ждет свой черед, пока мы даем до курицы. Вот. А сейчас будем приступать к бисквиту. Закипела вода. Бросаем лист. Огонь можно убавить, чтобы сильно не выкипало. На мне это самое. И так прикрою крышкой. Все. Ждем, пока они сварятся. 15-20 минут. Как получится. Так. Начинаем с нашего бисквита. С ягодами или кексиками. Или там как это назвать. Ну. А-ля бисквит. А-ля кексики. Погнали. Берем яйца. Вбиваем их туда. В идеале белок отделить от желтка. Вот. Отдельно взбить желток с сахаром. Отдельно взбить белок. Но я не хочу сейчас этим заниматься. Потому что. Ну блин. Очень мало. Два яйца. Это как бы не сильно много. Ну хотя уж двумя можно. Это не одно. Вот. Поэтому добавили сахар. Взбиваем миксером. Ну. Либо руками кто-то там страдает. Вот. Я это делаю миксером. Взбиваем яйца с сахаром. Пока не образуется такая густая пенка. Даже не пенка. А такой уже а-ля крем. Вот. Сейчас получается при взбивании. Такая уже густая. Густая масса. Масса увеличилась раза в два или в три даже. И когда взбиваете. Взбиваю. Получается. Такие волны за ними идут. Вот. Обратите внимание. Вот. Когда вот такое уже состояние появляется. То в принципе можно заканчивать. В принципе так долго. Ну как долго. Относительно. Вот. Чтобы была такая пена. Густая. Можно было и не взбивать. Можно было просто взбить. Яйца с сахаром. Так немножко. Чтобы оно. Просто появилось обычная пена. Минуту. Вот. И дальше добавить ягоды. Добавить муку. Это все вымешать там рукой. Либо ложкой. Добавить загашенную соду с уксусом. И вперед. Вот. Либо. Можно вот так. Так взбивают больше. Когда просто отдельный бисквит делают. Вот. Без начинки. Но я решил попробовать. Вот. Вместе с ягодами. Как оно будет. Добавляем нашу муку. Муку. В идеале. Через сито. Про-про-про-про-про-про. Но у меня его. К сожалению. Почему-то. Нет. И добавляю туда сразу. Сразу вот эту. Вот эту жидкость. Посмотрим. Как она себя поведет. Потому что очень жидкая. Вот. И все. Вот это дело. Все надо. Перемешать тщательно. Чтобы не было никаких. Комков. В принципе. Долго можно не взбивать. Минуты полторы хватит. Чтобы оно так сильно не поднималось. Сахар с яйцами просто взбить. И добавить туда муку. И это все вымешать. Потому что оно. С ягодами. Вот. Сильно все упало. Поэтому. Как бы. В любом случае. Лучше сюда добавить. Немножко заграшенной соды. Вот. В принципе. Что я и сделаю. На всякий случай. Беру немножко соды. Яблочный уксус. Ну. Либо обычный уксус. Если нет. Яблочный. Прикольный. Теперь вот это все дело. Еще раз перемешаю. Уже рукой не буду. И дальше у нас. Надо в нашей формочке понадобить. Наливаем где-то. Чтобы 2 третьих было. И отправляем это в духовку. А сейчас. Побыстренько. Мы сделаем салат. Что там. Креветок. Манго. Авокадо. Ля-ля-ля. 3 рубля. Погнали. Первым делом подмаринуем наши креветки. Вернее. Как подмаринуем. Вот. Я их полью обычным маслом. Дам туда сухого пимьянка. Еще дам, наверное, сухого базилика. Ну давай. И чесночка сухого. И капля соевого соуса. Это все дело перемешать. На бляху и в духовку. Они там будут у нас от 3 до 5 минут. Я думаю, им хватит. Потому что это белок. Такие маленькие клетки. Они чеки. Все. Манго. Ну что-то такое. Такими квадратами. Какими-то. Кубиками. Небольшими. 20 минут. Маффины готовы. Ну или бисквитики. Если авокадо мягкое и спелое. То можно его почистить ложкой. Если оно твердое. Ну то в принципе его особо и в салат не дашь. Если оно твердое. Вот. То. Но если твердое или такое. Средней твердости. То тогда уже шкуру счищаем ножом. Вот. Потому что ложку не получится вот так загнать. О. Получается вот так. Видимо не видим. Не знаю что ли. Тоненькое. Как нобыть наверное. Авокадо мы порежем тоже на кубики. Вот. Бросим их в нашу миску. Где будет весь салат. И выдавим в него лимон. Суть лимонного авокадо. Чтобы оно не быстро не темнело. То есть авокадо вот так если порезать. Оно полежит не знаю минут 10. Ну максимум час наверное. И оно уже будет вокруг все черное. Ну или темное там коричневое. Вот. А если дать лимон. То такого не произойдет. Даже до завтра. Ну вернее оно может немного дать там темноту. Но вообще немного. Вот. Поэтому вот так раз два. Ну и плюс вкус будет какой-то кисненький. Прикольный. Сюда же мы уже можем рвать наш салат. И айсберг. Вот. Также туда наше манго кубиками. Добавляем сюда пару грамм масла. И осталось все додать креветки. От креветок. Вот они я думаю уже подостыли. Да. Вот. От креветок отрываем хвосты. И туда. Все. Вымешиваем. И наш салат готов. Окей. Я решил. Курица пусть еще маринуется. Сейчас быстренько приготовим суп крем с тыквы. То есть там вообще все очень просто. Если тыква замороженная. Если не замороженная. Ну тыкву надо там почистить. Вот. А так наш суп крем там за 5 минут наверное приготовится. И быстренько сделать салатик. Он тоже там простой. И в конце сделаем курицу нашу. А-ля китайскую. Поэтому мы погнали на суп крем с тыквой. Суп крем с тыквой. Все очень просто. Берем воду. В воду выливаем в мою замороженную порезанную кубиком тыкву. Ждем пока оно закипит. Очень быстро. И пусть оно кипит минут 5. Потому что тыква замороженная. И плюс она очень мелко нарубленная. Поэтому ей 5 минут хватит вообще. Если свежая тыква. Но там уже надо смотреть сколько будет. Тем временем к нашему суп крему. У меня подготовлены уже сливки. Мускатный орех туда пойдет. И вот имбирь. Можно дать имбирь сушеный. Но у меня нет сушеного. У меня есть свежий имбирь. Имбирь натру на терку. Это у нас готово все. Наш суп крем закипит. Точнее тыква наша закипит. 5 минут покипит. И дадим все вот это в принципе сразу. Все. Дальше будет сейчас салат. На наш салат. Миска куда мы будем это все сбрасывать. Помидорки, черри пополам. Оливки, маслины черные. Можно резать пополам. Но я не буду этим заниматься. Дальше. Грецкий орех можно порубить на 4 части. Чтоб не был таким большими кусками. Двистяк айсберга. Моцареллка. Мягкая или салатная. Вот такой вареник. С моцареллой. Дальше делаем кто как хочет. Можно резать кубиком. Можно резать пластинами. Масло две крышечки. Немного перца. Салат готов. Вымешиваем все. И до свидания. Все. Покипело оно у меня 5 минут. Вот это дело. Я добавляю сливки. Добавляю туда наш имбирь. И добавляю мускатный орех. Думаю так пока хватит. Там попробуем. Если сухой имбирь и мускатный орех. Ну как у меня сухой. В принципе его можно добавлять уже когда взбиваешь блендером. Готово. Вот сливки у нас прокипели минуту-две. Вот и все. Дальше это дело перебиваем. Это дело перебиваем блендером. Либо так оставляем кому как угодно. Вот если надо досаливаем, доперчиваем, досаливаем. Добавляем либо имбирь, либо мускатный орех. И все. Готовченко. Окей, приступаем к нашей курице по-китайски что ли или как-то так. Ну а-ля что-то китайское. Погнали. Вот наша курица, которая мариновалась, ну там у кого сколько, то 15 минут, у кого полчаса. В нее добавляем муку и крахмал вместе. И это все дело вымешиваем. Будет такой а-ля кляр. Уже подготовлено. Дальше мы берем, ну либо сковороду. Если у кого есть фритюрница, вообще прикольно. Это все дело можно кинуть во фритюр. Но в чем проблема? Потому что неизвестно сколько возьмет она масло. Вот. Поэтому я буду делать это дело в маленькой кастрюльке. Налью себе сюда масло. И надеюсь, что что-то получится из этого. Вот. Вот у меня такие пять крышечек. Вообще должно быть масло так, чтобы курица погрузилась в него. Но это чревато тем, что будет дофигище. Масло возьмет она в себя. И поэтому у нас потом не совсем получится калорийная еда. Вот. Ждем пока раскалится. Минутку-две. И бросаем сюда курицу, будем обжаривать. Масло разогрелось так, что уже аж почти дымится. Поэтому бросаем туда аккуратно нашу курицу. Желательно отдельными кусочками. Вот. И все это дело жарим минутки 3-5. Вот. Постоянно помешивая. Чтобы оно не сгорело, потому что горит очень быстро. Все. Я пожарил эту курицу 3 минуты. Мне хватило. Это был такой средний огонь. Теперь я вылаживаю его на бумажное полотенце. Ну, либо там можно вообще на туалетную бумагу. То есть, такое дело, чтобы оно впитало в себя жир. Чтобы оно не было сильно таким жирным. Сейчас проверю один кусочек. Все, он полностью готов. Вот. Окей, все. Пока оно лежит. А сейчас будем делать наш кисло-сладкий соус. Приступаем к нашему кисло-сладкому соусу. Нам надо будет перец. Не обязательно разных цветов. Но мне так будет красивей. Имбирь. Чеснок. Ананас. Консервированный. Яблочный уксус. Там еще кетчуп будет и крахмал. Первым делом режем перец. Таким кубиком, не сильно большим. Они сильно маленькие. Где-то так вот. Полтора на полтора сантиметра. Все. Дальше чеснок и имбирь мы натрем на терку. И ананас порежем такими кусочками. У меня вот ананас с банки. Поэтому вот еще у меня пойдет в этот соус сок с ананаса. Ну, точнее сироп этот с ананаса, в котором он был. Если его нет, можно заменить обычной водой. И добавить в эту воду там 2 чайную ложку, где-то 5 грамм сахара. Окей. Погнали это жарить на сковороде. Тушить. Жарить. Берем сковороду. Берем масло. Пару грамм. Даже чуть больше. Вот я беру как бы больше, чем у меня написано в раскладке. Потому что, когда мы жарили курицу, все масло на нее не пошло. С нее еще осталось где-то половина. Просто ее давал больше, чтобы как-то оно обжаривалось более-менее. Вот. Поэтому то, что там вылилось куда-то, выливаем. Сюда заливаем новое. Перец я буду жарить не очень долго. Где-то 2-3 минутки так просто обжарить, чтобы он немного стал мягче. Вот. Чтобы он прям мягкий был. Его не надо так. Добавляю сюда имбирь и сок. Добавляем ананасы. И добавляю вот этот сок с ананаса. Еще добавляю яблочный уксус. Тут его 5 грамм уличек. Вот. И все. Это дело у нас тушится минутки... Тоже так, минутки 3. Потушилось оно у меня 3 минуты. Вот вода, ананасовый сок вот этот выпарился. Добавляю я сюда кетчуп. И добавляю сюда еще крахмал. Даем сюда нашу курицу. Накрываем крышкой и оставляем на 2 минуты. Вот такое у нас в итоге получается. После 2 минут на маленьком огне. Все. Наша курица готова. И самое сложное осталось порезать огурец. Вот и на этом у нас сегодня уже в принципе все. Вот такое дело получается к нашей курице. Готово! Вот такой необычный был у нас сегодня 14 день. Всем, у кого есть результаты, всем, кому нравится, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. На этом у меня в принципе сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok